так самое главное начнем с наших внутренних интересных историй во первых у нас в эту пятницу я не знаю этот ролик у нас выйдет либо в четверг то есть завтра либо в воскресенье у нас либо в эту пятницу уже прошел розыгрыш либо вы еще успеете залететь к нам вк на розыгрыш акустики прайдка аудио продукции лиратон и наши сувенирные продукции поэтому если вдруг вы смотрите этот ролик в четверг то переходите по ссылочке внизу до нее 1 оставит да не обязательно забудет а вы на комментариях напишите им обед у нас розыгрыш по репостам вк обязательно участвуйте и даже если это вышло уже воскресенье розыгрыш был у нас скоро будет еще один розыгрыш про который я расскажу в конце ролика что еще про активный сабвуфер мы скоро вам расскажем опять будем рассказать какие они плохие и мы для видео точнее мы уже продаем комплекты сабвуферного звена по акции они у нас будут с небольшой скидочкой это будет очень интересно вам приобрести и получить намного лучше басуха чем у вас было до этого либо вы посмотрите ролик о сравнении опять пассивного сабвуфер с активным это все то что вас ждет а сейчас у нас комментарии по поводу вот этих динамиков я жду после окончания просмотра вашего этого ролика вами напишите что у вас автомобили стоит по эстраде какие динамики вы рассматриваете может мы поможем что-то подобрать внизу на наша ссылочка на консультанты и без проблем что-то из этого вы можете установить себе автомобиль сейчас я расскажу какие динамики для каких целей вам больше подойдут сегодня у нас топ эстрадной акустики в диаметре 16,5 сантиметров в ценовом сегменте бюджет 4000 рублей эстрадная акустика акустика для того чтобы в вашем автомобиле было громко в частности чтобы проезжающий ваш автомобиль слышали многие с такой заявочкой к нам примерно приходит ребята в возрасте до 25 лет чаще всего это автомобиль что-то по типу ford focus приора 4k и mazda тройка например то есть автомобили куда спокойно можно поставить накладные подиумы и поставить штатное место шестнари ценовой диапазон мы выбрали с вами сегодня в районе 4000 рублей но при этом все-таки я вам советую немножечко подумать о среднем и маленькой громкости когда вы едете в машине музыка играет фоном и вот эти четыре динамика это то что я вам предлагаю приобрести в этом ценовом диапазоне чтобы это было и эстрада и громко и чтобы на маленькой громкости вас это не бесило своим вот этим пелящим эстрадным звуком когда у нас звук такого радио неприятного в машине когда хочется либо включить все на всю либо выключить музыку вообще с этими динамиками такого не будет сегодня у нас на обзоре будет четыре претендента это прайд караудио дэв бонз это альфард групп бренд орис и динамик стоит это те динамики которые мне лично по звучанию импонирует у них у каждого разный характер звука и немножко под разные жанры возможно под разное местоположение в динамиках это все мы сейчас с вами и обсудим и начнем я думаю с моего естественно любимчика прайд караудио для каких целей его можно выбрать и как он по звукам будет себя показывать вашем автомобиле прайд караудио 6.5 второй версии эти динамики мы и в рилсах рассказываем про них мы про них и видео отдельно снимали по-моему если не ошибаюсь в топ эстрадный топ 5 эстрадной акустики 24 года мы динамики либо эти либо solomini обязательно снимали потому что динамик реально очень крутой в плане ценового сегмента и результатов которые динамик вам показывает в автомобиле это очень сбалансированный среднечастотный динамик не надо пытаться получить с него баз то есть мы сейчас не говорим это о установке взамен штатки для того чтобы у меня играла поинтересней если мы ставим все эти динамики взамен штатки сразу договоримся что мы будем рассматривать сабвуфер без сабвуфера эти динамики будут вас не устраивать другой вопрос у нас есть ребята которые с эстрадой ездят без сабвуфера просто чтобы громко орала и хорошо панчил но по штатным местам все-таки хотелось бы иногда на фоне там когда мы едем с друзьями там с родителями вы едете чтобы она фоном играла и не надоедала вам она доедает эстрадная акустика из-за того то что у нее очень бесячий такой высокочастотный диапазон тот диапазон который не должен играть и чаще всего я понимаю кто покупает эти динамики и как устанавливают никто там никакими срезами поверху не пользуется и твиттером их не подпирает то есть мы поставили шестнари оно и играет так вот в этом плане прайд рубиер очень хорош он совсем вверх не забирается конечно ему желательно прям очень сильно желательно чтобы вы хотя бы штатные твиттеры поменяли поставили сюда прайд изи прайд гармони пищалочку либо ну шелковые твиттера либо там динамик стоит длт 26 твиттер подпор даст приятный у вас звук в принципе автомобили поднимется наверх но на максимальную громкость чтобы у вас на улице все слышали или на открытую дверь твиттер особой роли данных системах играть не будет что касается характеристика этого динамика это вторая версия то есть здесь у нас все корзина обычно не модуль на это у нас стандартный динамик за счет этого мы с вами вписываемся в бюджет 4000 рублей подводящего этого динамика есть такая проблема то что у многих среднечастотных динамиков в угоду того то что их неправильно пользуют и делать на них срез какой-то низкий у нас обрывает подводящий подводящий на второй вязь и у всего брат у всех динамиков всех моделей прайд караудио проклеены то есть проблема с подводящими которые чаще всего встречается на среднечастотниках здесь она войдет вас стороной для монтажа например русские автомобили у нас ребята даже подготовил очень часто используют подиумы акустические то есть ну вот что-то по типу такого там до 2 6 наряд мы сюда ставим две пары динамик так вот чтобы в такие подиумы установить эти динамики у прайд караудио дополнительно продается защитная сетка то есть если вы динамик будете монтировать под дверную обшивку то сетка вам не нужно потому что у вас уже заводская есть если вы будете их ставить на подиумы то есть вот подобным образом то конечно же для того чтобы не повредить подвижную часть динамика необходимо защитить ее сетку благо у прайда ну и будем честны у прайда это самые красивые сетки всегда то есть сетку и гаскет вы покупаете отдельно и вы получаете хороший комплект что касается сабвуферного звена конечно же обязательно к эстрадной акустике дополняйте свою систему сабвуфером потому что низкочастотный диапазон у любых этих динамиков вы никак не воспроизведете из дверей в принципе ну а тем более на среднечастотном динамике у нас кстати новинка по сабвуферам pride это у нас с 3 и с 4 версии про них расскажем наверное чуть позже я думаю даже в рилсе потому что сабвуферы простенькие но именно вот такие под бюджетной системы очень хорошо подойдут даже скажу больше у меня есть планах собрать вам аудиосистему показать очень бюджетную на одном усилителе с самой эстрадой и будет играть она ну очень круто вот именно для себя чтобы не выпендриваться но об этом расскажем чуть позже так что динамики мы резюмируем то что это очень хорошие динамики поставить их от магнитолы можно я про это не сказал то есть за счет высокой чувствительности динамиков они будут громче чем ваши штатные крат понятное дело усилитель прям крайне необходимо поставить но многие используют эти динамики взамен штатки просто чтобы сделать громче так можно так работает за счет высокой чувствительности получите больше громкости усилитель на них можно рассматривать если вдруг вы это хотите сделать например pride quattro четырехканальная б-класс 4 по 70 по отлично здесь будет играть pride quattro плюс второй версии еще лучше топ 4 по 100 но тут уже отталкивайтесь от ваших бюджетов чаще всего я всем всегда предлагаю поменяйте динамики покатайтесь вторым этапом докупите усилитель потому что не все всегда могут рассматривать бюджет в районе 20000 рублей динамики хорошие сап обязательным twitter обязателен усилитель обязателен но и без всего этого вас тоже это устроит если вы ищете громкие динамики давай следующие мачете mm60f тот же у нас бюджет все мы остаемся в 4000 рублей за эту сумму уже получаем очень интересную корзину красивую очень интересную магнитную часть и гаскет у нас такое довольно визуал прикольный дает есть внешний монтаж будет интересно что касается громкости по громкости из всех этих динамиков они самые тихие скажу сразу же но при этом по звуку мне они очень хорошо нравятся в плане сбалансированности низкочастотного диапазона есть так можно сказать среднечастотнику конечно же нельзя и среднечастотного диапазона некрикливо вот как раз таки для спокойной музыки но при этом все таки эстрадам все равно блин эстраде это динамика очень хорошая понятное дело кто гонится за громкостью пастушек в стенде их не выберет но для сбалансированного звучания хорошая динамика и многие его недооценивают twitter для этого динамика крайне обязательно без twitter вообще нет смысла эти динамики ставить ему обязательно надо подпор самого верха то есть если мы еще на прайде там динамик кстати тем более на урисе можем этим пренебречь что на дэвбонсе обязательно рассматривать эти динамики с твиттером у вас есть штатный но лучше его поменять об этом точно знаете что касается усилителя здесь у нас как это всех динамиках мы можем рассматривать 4 по 75 4 по 100 будет хорошо а штатный магнитолы также будет играть и раз проверен обязательно по поводу сабвуфера с этим динамиком можно попробовать послушать без него можно попробовать послушать с ним вот тут уж как вам понравится просто реально у нас есть люди которые слушают эстраду и сабвуфер вообще автомобиля не рассматривать на просто чтобы орал а эти динамики если прям не гнаться за максимальной громкостью не вытаскивать из них всю мощь хорошенько настроить и немного поработать с эквалайзером они очень приятно будут играть и панч определенных треках они мне очень сильно на по ним напоминают у нас раньше были такие ганнибал 60-е они очень приятно играли мы их часто в девятнадцатом году ставили в штатные места в автомобиле все клиенты были довольны но опять что с вопросом на то то что конечно же там другие версии там от альфарда прайда будут громче если не гонитесь за громкостью хотите сбалансированный звук можете выбрать эти динамики мне они очень сильно импонируют еще кстати что интересно в стенде вы всегда будете слушать динамики в лицо в автомобиле у вас всегда динамики внизу в ногах стоят да то есть и у вас динамик направлен понятное дело вниз то есть диаграмма направленности динамика когда вы слушаете его так и когда он стоит у вас машине абсолютно разное и вот на дэвбонсе разница в звуке колоссальная если в лоб этой динамик мне не сильно нравится то как раз таки вот расположение слушателя когда он слушает динамик вот под таким то есть вот да вот вы слушаете в стенде у прям вам в вот под таким углом диаграмма направленности у динамика подобным образом работает, что он работает намного приятнее сбалансирования, нежели слушать его вот так в лицо, ну и понятное дело в машине вы в лицо динамик никогда слушать не будете, это вы слушаете только на улицу, но когда вы на улице, вы от машины отошли, очень много шума вокруг, в принципе это разница звучать не будет, поэтому вот мы сейчас с Пашей слушали в стенде, я это заметил тоже, вот он показал, мы поотходили, вот по вот этому параметру очень интересный динамик, так что рассмотрите его в покупке, если у вас есть возможность прийти в магазин, тем более в Санкт-Петербурге, приходите послушайте, вот если вспомните все эти слова, поймете о чем я говорю, когда вживую его послушайте, ну и опять же у нас в конце ролика будет прослушка, без проблем наденьте наушники, послушайте, напишите в комментариях услышали ли вы какую-то разницу, может быть трек какой-то подобрать другой надо, может рил самодельным запишем, попытаемся вам передать в картинке все это, не будем вытаскивать с них максимальную громкость, чтобы не перегружать микрофон, но по звуку динамики очень интересные, давай, что резюмируем, да, по пищалкам обязательно, пренебрегать точно нельзя, их надо ставить вместе с пищалками, по мощи смотрите на свое осмотрение, как я и сказал, вы можете рассматривать от замены магнитолы, 4 по 75, 4 по 100 усилитель, и по сабвуферу это самый низкозабирающийся среднечастотник из тех, что есть и те, кто не любит бас, вообще не любит, должны рассмотреть, им должны понравиться эти динамики. Oris EX65 динамики вообще в принципе бренда Oris, который мало где рекламируется, мало кто про них говорит, но бренд довольно интересный, делает довольно хорошие вещи, при этом без какого-то хайпа там и прочего, то есть про них говорят мало, но акустика реально имеет место быть, особенно, ну колоссально мне очень нравятся сабвуферы FT10, которые я уже говорил, сабвуферы HK10, про которые я еще раз рассказывал, акустика Oris Type Integration Type X Type 1, то есть ну вообще великолепно, очень часто пользуемые установки и в продажу у нас их выбирают. Что касается эстрады, эстрадной акустикой компания тоже занимается и модели X65 в нашем сегодняшнем подборке в 4000 рублей отлично вписывается и самое, что интересно, она самая высокозабирающаяся из всех претендентов, которые мы с вами сегодня смотрим. У нее, когда мы ее слушаем в лоб, реально эффект такой, как будто где-то встроен в нее твиттер, то есть она забирается, воздуха в ней много, она забирается очень высоко. По громкости также динамики хорошие, то есть сравнивая с этими динамиками, несмотря на то, что бренд Oris, казалось бы, такой малораспиальный, мало кто про него знает, они ничем не хуже всех претендентов. Ярко выделяется, конечно, здесь TF Bonds, который играет ниже и тише, чем остальные динамики, но вот сравнивая вот три претендента, динамик State Pride и Oris, Oris самый высокозабираемый, то есть он вверх просто в космос уходит. Поэтому то, что мы говорили про твиттеры, если вдруг в вашем автомобиле твиттеров нет, вы не рассматриваете установку твиттеров или вам просто лень этим заниматься, вот эти динамики вам точно здесь помогут. Что касается сабвуфера, конечно же, к этим динамикам сабвуфер нужен, это прямо настоящий среднечастотник, который играет там от 120 от 140 герц, и ниже он забираться не будет. И если вы хотите акустику без сабвуфера, я уже сказал, смотрите Def Bonds Oris, это когда вам лень что-то куда-то искать, какие-то твиттеры ставить, что-то еще, может быть, вообще невозможно у вас в автомобиле твиттер поставить, может быть, вы в крышку багажника динамики рассматриваете, вариантов много. Вот самая высокозабирающаяся динамика, это Oris. В остальном, по продажам у нас этот динамик довольно часто покупают после прослушки, ну, понятное дело, да, переключаешь динамик, он вверх забирается, и все такие, о, классно беру. И из всех проданных динамиков у нас ни одного не было ни возврата, никаких проблем с ним. По поводу подвижной части, здесь это у нас самая простая, у нас здесь штампованная корзина с антирезонансным покрытием, такая же, как у всех претендентов. Подводяшки здесь у нас выглядят как будто бы сам ненадежными, но они проклеены. Шайба здесь самая мягкая из всех представителей, магнитная система здесь поплотнее, чем у Рубика и у Мачете, такая же, в принципе, как у динамик стоит. Усилители по типу 4 по 75, 4 по 100, вот тут точно вот уже 4 по 100, 4 по 120 усилители на этот динамик рассматриваете, то есть мощу в него можно подать чутка побольше, чем в Руби и в Death Bones. Также, если вы будете рассматривать их в установку накладных подиумов, в внешней сетке у них в комплекте никакой нет, как у всех претендентов и у Ориса, ее отдельно тоже у нас нет, если что, будем подбирать ее, так же, как у Death Bones. Кстати, про сетку у Death Bones не сказал, здесь вот этот пластиковый гаскет вклеен сюда, никакую сетку смонтировать нормально не получится, здесь вот этот гаскет надо будет ломать, а когда вы будете его ломать, вы можете повредить подвижную часть, поэтому для внешнего монтажа очень аккуратно надо этот динамик пользоваться, чтобы не пнуть подвижку. Ну и последний претендент, про которого хотелось бы рассказать, это динамик State Skif 16H. Это динамик, который по звучанию из всех этих динамиков громче и сбалансированнее. Рубик по громкости с ним примерно сопоставим, но по некоторым частотам, на некоторых треках мне динамик State больше нравится. Понятное дело, мое сердечко всегда заправит Car Audio, всю жизнь в свою машину такое оборудование себе ставил, оно мне всегда нравилось, но тут динамик State, будем честны, играет интереснее, мне вот он прям сильно симпонировал. Вам лучше прийти к нам в магазин и послушать, либо в вашем городе, если есть магазины, послушать вот 16H и Ruby Air и будут свои за и против, может многие кому там просто что боролы, разницу вообще никакой не услышат. Но динамик очень интересный, опять же тоже мало про него кто рассказывает, но магнитная система у него есть самая серьезная из всех представленных, архитектура динамика самая проработанная, то есть поработали прям очень хорошо с ним и самое главное по звуку он очень приятный. Сетка, если вы будете ставить его на внешний монтаж, на дверную обшивку, у динамик State отдельно продается, она с логотипом динамик State, что тоже просто красиво для монобренда, когда у вас динамика, сетка одного бренда, а не такое, что вы поставили там динамикорис, а сетку поставили динамик State, многим это не нравится. Что касается посадочного диаметра, у динамик State он очень большой, то есть он из всех представленных претендентов здесь самый огромный, то есть рассматривая установку в штатное место в своем автомобиле, заметьте, на вот этот размер, он может вам в стекло упираться, магнитная система может там где-то мешать просто механизму стеклоподъемника, поэтому для внешнего монтажа, понятное дело, без проблем можем ставить его себе в автомобиль, там на накладные подиумы и так далее, а вот для посадки внутрь двери по типу Solaris, если вы привезете автомобиль к нам в установочный центр, мы без проблем все это поставим, но своими силами многих не выходило это сделать, одно проставочное кольцо не получается, то есть у вас мешает это стеклу, два проставочных кольца вы не можете закрыть обшивку, потому что динамик сильно выпирает уже внутрь и обшивка упирается, когда вы ее устанавливаете, поэтому если у вас посадочная глубина маленькая, обязательно обратите внимание и можете рассмотреть какие-то другие варианты. Что касается архитектуры, про которую я говорил, здесь у нас подводящие уже вшиты в шайбу, то есть это мы обязательно покажем, тут у нас все проклеено, вшиты, шайба такая плотненькая, то есть все говорит о том, то что это такой тоже ярый представитель среднечастотника, который мы режем от 140 герц примерно, даем туда 100-120 ватт мощности и наслаждаемся очень громкость середины в вашем автомобиле, мимо проходящие, я забыл как пассажиры мимо проходящие называются, пешеходы, мимо проходящие пешеходы всегда удивляются, кто-то крутит пальцем у виска, то что как громко он слушает музыку. В оконцове к этим динамикам, по твиттерам, по сабвуферу я всем говорил, здесь такая же история в принципе как и с Руби, динамик забирается и высоко и чуть-чуть даже он может попанчить, там при небольшой мощности, если мы там подавать на него будем до 50 ватт, вы можете там от 80-60 герц его срезать, послушать, но опять же, если мы пытаемся со среднечастотником хотя бы чуть-чуть басов получить, мы опускаемся все ниже по частоте, при этом чтобы была хоть какая-то басуха из двери, мы начинаем давать мощности, чтобы у нас диффузор двигался, подводящие выходят из строя. Самая стандартная проблема любого бюджетного среднечастотника, поэтому пожалуйста используйте динамик по назначению и используйте его с сабвуфером и твиттером, то есть динамик должен играть ровную полосу, именно среднечастотную, твиттер должен играть роль твиттера, сабвуфер должен играть роль баса, тогда у вас в машине все будет сбалансировано, звучать и очень классно. И как я говорил в начале этого ролика, где-то в середине, у меня есть идея скоро снять вам ролик, напишите в комментариях, если вам такой ролик нужен по поводу сборки очень бюджетной системы с фронтом и басухой на одном усилителе, есть хорошие компоненты сейчас в наличии на эту тему, там бюджет будет вообще минимальный и играть это будет очень сочно именно для пассажиров и водителя в салоне. Если такое интересно, напишите в комментариях, потому что мысли такие есть. Так вот, если будете рассматривать Skif, также как и Pride, сабвуфер обязательно, но можно и без него попробовать, есть такие у нас люди, твиттер обязательно, но можно и без этого, можно и от магнитола, потому что чувствительность у динамика большая. В любом случае, потом, даже если вы поставите это все от магнитола без усилителя, потом усилитель доставите, кайфанете, как еще громче в вашем автомобиле стало. То есть такие, знаешь, STH-1, STH-2, STH-4, по финансам чуть-чуть докидываем и делаем систему интереснее. Сейчас я предлагаю посмотреть прослушку, ну а после прослушки написать обязательно комментарий, какой динамик из представленных вам понравился. Какой из динамиков стоит у вас в автомобиле, если это среди частотника и эстрады, обязательно прям систему распишите, мне всегда интересно, какие системы стоят у наших зрителей. И если есть какие-то вопросы, тоже обязательно пишите. Если у нас какой-то ролик набирает там больше 30-40 комментариев, вы как видели, мы пытаемся там успеть снять ответы на вопросы, либо я начну прям очень плотно по всем вопросам отвечать вам в комментариях. В общем, мы максимально общительные ребята, обязательно пишите. Ну а если вы хотите просто за нашей жизнью понаблюдать, в лайве мы всегда в телегу снимаем все, что у нас происходит на установке, в жизни и так далее. Благо, Даня мне нравится делает вот эту красивую картинку, вы посмотрели, как это снимается, про что мы рассказываем. Поэтому, если интересна наша внутрянка, то подпишитесь на телеграм, я там часто почти каждый день о чем-то рассказываю. Ладно, послушайте динамики в стенде и скажите, что вам из этого всего больше понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ты за комментариями, наверное, не следишь? Или не следишь, я не знаю, сколько раз, ну почти под каждым роликом мне пишут, снимите обзор про АМП Pro V3. Честно, я... Ну, они у нас продавались, вроде как, ну, я как-то не сильно углубился в вопрос вообще бренда АМП. И пишут, и пишут, и пишут, и пишут. И вот человек, обязательно напиши в комментариях, я тебе ответил. Это было совсем недавно, буквально там, ближайшие два-три ролика. Очередной вот этот вопрос, снимите, АМП V3. Я такой думаю, ну, реально, ну что все просят? Ну, есть ажиотаж, значит, надо снять. Я пишу, хорошо с ними. Что я делаю? Я связываюсь с АМП. Пишу в Красноярск. Думаю, ну, надо же интересно сделать. Просто снять динамики, обычный обзор, ну, кому он интересен. Я пишу в Красноярск, говорю, дайте динамиков. Ну, что, люди просят, дайте на обзор динамиков, а мы еще и розыгрыш сделаем. Так, в общем, сейчас я тебе покажу, у меня тут вздеки. Смотри. Создан в пути. 7 числа компания АМП Групп с Красноярска. Что-то навелся. 7 числа компания АМП Групп с Красноярска выслала нам комплект. Там будет у нас усилитель 4 по 80, новинка от них. И ваша акустика, которую вы просите, АМП Pro V3. Снимем про нее обзор и разыграем ее в нашей группе ВКонтакте по репосту. Я думаю, это будет довольно прикольно, поэтому следите, скоро этот ролик запишем. А те, кто досмотрел до конца, пожалуйста, пишите в комментариях, с чем бы вы хотели сравнить акустику АМП Pro V3. Обязательно те, кто это просили, потому что что вы хотите там увидеть, постараюсь максимально для вас в ответ на ваши комментарии все ответить в этом ролике. Так что скоро все снимем.